По милости, Шигуру и Вайшнав, мы пришли в место, называется Матхуван. Когда Кришна совершает свои игры, Он даровал имя этому месту. Почему это место называется Матхуван? Одно из имен Кришны Матхусудан. Кришна убил демона Матху. Это подобно меду, когда преданные привлекаются к Кришной, поэтому его зовут Матхусудан, тот, кто принимает любовь всех преданных. И поэтому это место называется Мадхуван, в Шастрах говорится. Бин Ван Мангал говорит, до тех пор, пока мы не вкушаем любовь к Кришне, мы не сможем осознать, насколько мату, нектар этого материального мира не может сравниться с нектаром, который сходит от самого Шри Кришны, который покоится в Харинам. И нектар, который вышел, когда пахтали океан. Также есть нектар, который находится на губах женщины, когда мужчина вкушает его. Также есть нектар на луне. Но реальный нектар, говорится в Шримад Бхагаватам, это Кришна Бхакти, который можно обрести под руководством Шигуру Вайшнавов. Это истинный нектар. Так подлинный нектар Валабачаря написал в Мадхураштыке. Мы находимся в месте Мадхуван, сегодня выездная парикрама. Нектар любви и преданности Господу находится в его лице, в его губах, в его лотосных глазах. Все это нектар. Существует три вида нектара Мадху. В Саке Расе, Вацали Расе и Шинга Расе. Итак, три разновидности нектара располагаются в этом месте, где мы находимся. Кришна здесь и является Саке Расу. Он обнимает здесь коров, когда пасет. И Кунда, который мы видим, называется пруд Мадхусудана. Мадхусудана Кунда, Кришна Кунда. На ней цветут прекрасные лотосы. И Кришна приходит сюда со своими друзьями, сакхами. И коровы, они пьют воду из этого пруда. С своими сладостными речами Кришна говорит, Чучу, пейте воду. Сати Атретай Двапара Югу. Господь являет своей лилой. И вот в Сате Югу Друва Махарач отправился сюда, в Мадхуван, и совершал здесь аскезы, чтобы обрести даршан Господа Нарайны. И также здесь жил Амбариша Махарач. Здесь он совершал аскезы и кадыши. И Дарваса пришел сюда, на Двадыши, к нему. И он сказал, я приглашу сейчас всех святых, и ты можешь угостить всех браманов. Но сперва он отправился принять омовение. И когда Дарваса Риши узнал, что Амбариша Махарач принял Черенамри, то он пришел к нему и разгневался. Но смотря на то, что Амбариша Махарач был императором всего мира, он контролировал все свои чувства. И он был полностью предан своему Господу, что Господь послал свою чакру, чтобы защитить Амбаришу Махарач. И так эта чакра отправилась на Дарваса Риши, и гналась за ним. Дарваса бежал на Брама Логу, Шива Логу. Затем он отправился на Вайкунху, Господу Вишну. Амбариша Махарач. 107 там должно стоять. Дарваса Махарач, в этом месте господь рама сайотхи все сада пришли господу раме и здесь демон наносил беспокойство всем и шанкара лачи брат господа рамы сказал я я жил 14 лет в джунглях и варатал жил в четракоте также 14 лет нужно нужно очень нужно и когда он отправился охотиться итак здесь находилось божество варахаде ва и он шатрона взял это божество варахадева и этом месте это это йога шатрона убил лавана сура два параюга кришна приходил сюда пасти коров также в гофе гите говорится варахаде варахаде когда кришна приходит пасти коров в это место он играет очень сладостно на флейте слышу звуки его флейте гопи приходят встретиться с ним видя кришну в это время шастрах описывается какое насколько очаровательное лицо кришна на подобно цветку лотоса его глаза подобные лепесткам лотоса лотосное лицо кришны настолько сладостно и очаровательно что шмели вьются вокруг и вокруг его лица а пыль которая поднимается от что коров копыт телят видя эту картину видя эту картину когда брама не знал как создать этот материальный мир гопи говорят даже просто одного моргания мы не желаем чтобы своими глазами мы постоянно мы даже не желаем моргать мы желаем все время вкушать нектарный облик шри кришны это очень возвышенное место однажды мама ишода получала от вараджа гопи жалобы что кришна ворует масло в их домах а ты 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 мама ишода сказала канай о о каная очень тяжело будет женить тебя потом мы ведь получаем образование заводим до дома для того чтобы жениться потом ты не выйдешь ты не сможешь жениться почему потому что ты постоянно воруешь масло в домах гопи твое поведение ты должен ты не должен воровать масло ты должен являть идеальный пример но кришна стал говорить маме ишоде мая мари мне хим макана кая нет он и он а он 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 н он Что Кришна говорит? Кришна дарует имя этому месту, в этой шлоке говорится, Омам Майя. О, мама, целый день я пасу коров в матхуване. И только вечером я возвращаюсь назад домой, и ночью я сплю на твоих коленях, но целый день я пасу коров в матхуване. Так как же у меня есть время воровать масло? Ты можешь спросить, моих друзей они подтвердят тебе? Мои саки, мои мальчики-пастушки, свидетели того, что я целый день занят тем, что пасу коров. Когда же у меня есть время воровать масло? А ты сейчас мне говоришь, что я такой проказник, но я ведь такой простосердечный. О, мама, у тебя нет совсем любви ко мне? Я ухожу пасти коров в лес, возвращаюсь из леса, а ты мне такое заявляешь, такое ощущение, что я совсем не твой сын. И вновь Кришна продолжает говорить своей маме. И сердце Ешода Майи расплавилось. Ешода Майя сказала, о, Каная, ты не воровал масло. Итак, эти игры случились в этом месте. Здесь он являет свои игры. Здесь мы сидим сейчас с вами. Здесь Кришна пасет коров. Здесь приходит в Раджа-Гопи, чтобы повидаться с ним. Здесь Кришна играет на флейте. Видя сладость и красоту Кришны, все теряют свое сердце по отношению к Кришне, видя его красоту. Он такой привлекательный. И так описывается прекрасная красота Кришны, его облик. И Нитянанда Прабу в Кали-Югу приходил в это место. Баладев Прабу. Пришел также и пасти сюда коров. В облике Нитянанда Прабу. Он звал в разлуке, о, Кришна, о, Кришна, где же ты, где? И голос сказал ему с неба, о, твой канай, встал немай. И все Ачария приходили в это место. Мадав Ачария, Вишну Свая, Нимбаддитя, Рамануджи Ачария. Они приходили сюда. Под руководством сюда приходил сам Прабхупа, а также наш Парам. Городовщик. Бхакти Прагьян Кеша, Лгасвай Махарадж. Бхакти Веданта Вамы, Нагасвай Махарадж. Бхакти Веданта Нарай, Нагасвай Махарадж. Под руководством также приходили сюда все саньяси. Шиламада Махарадж, Шилатирдха Махарадж, Шилшидар Махарадж, Шрамачандра Прабу и все остальные. Итак, под руководством мы приходим в это место. И здесь Баладев Прабу в разлуке сменил свой светлый цвет тела на черный из-за разлуки по нему. Пометуя на него, Баладев стал черным. Так много прекрасных игр приходит здесь. Мы приносим свои поклоны в это место. Мы должны умастить свою голову пылью с этого места. И поместить игры, происходящие в этом месте, в свое сердце.